Вопрос преобразования обсуждался и обсуждается не первый год, это было в середине 90-х годов, это было в 2000-х годах. И надо сказать, что все эти десятилетия вопрос не подходил в практическую реализацию по одной простой причине, что камнем преткновения было, наверное, те возможности, это льгот, наверное, в первую очередь, которые имеют жители, проживающих на территориях, которые имеют статус сельских территорий. Но ввиду внесения изменений в действующее федеральное законодательство закрепились нормы, что в результате преобразований жители города остаются городскими жителями, жители сельских поселений остаются в этом статусе. Для города Саратова это развитие, развитие инфраструктурное, социальное, инвестиционное. И, как жизнь показала, на сегодняшний день, вот уже с 1 января полгода, 7 месяцев точнее быть, мы вместе с 4 муниципальными образованиями проживаем. Я 2 недели назад встречался с жителями в каждом из 4 муниципальных образований. Те обязательства, которые брал на себя город по формированию программы развития, это, как я еще раз хочу сказать, инфраструктурные вопросы, вопросы водообеспечения, дорога, освещения, обслуживания сети дорог, это вопросы социальной поддержки учреждений. Мы эти обязательства в этом году исполним полностью. У нас есть закон об административно-территориальном делении. В законе введена сейчас именно в ход происходящие преобразования новая категория – административный район. Для административно-территориальной единицы, которая входит в состав муниципального образования со статусом городского округа, но при этом не входит в состав города как населенного пункта. Это позволяет дополнительно зафиксировать статус населенных пунктов для того, чтобы жители этих населенных пунктов также сохранили все льготы, которыми они пользуются сейчас, как жители сельской местности. В силу определенных особенностей сельские муниципальные образования, которые вошли сейчас в состав муниципального образования города Саратов, вынуждены были установить максимальный, установленный федеральным законодательством, размер ставки земельного налога, размер ставки налога на имущество физических лиц, муниципальное образование города Саратов, так как оно не дотационное, не связано ограничениями такими. Поэтому те льготы, которые в муниципальном образовании города Саратов установлены, например, для отдельных категорий, или, например, для пенсионеров по тому же земельному налогу, они оказались ощутимо больше, чем льготы, которыми эти жители пользовались на территориях сельских муниципальных образований Саратовского района. — По поводу Александровки. Она оказалась в свое время в присоединении. Не останется анклавом? — Насколько мне известно, закон не подразумевает никаких анклавов. Как только будет решение юридически всех муниципальных образований, они автоматически зайдут в седьмую территорию. — Михаил Александрович, у меня два вопроса будет, но я их получил для задан. Если посмотреть на мировой опыт, то, как правило, у нас админерации образовывались естественным путем. В индустриальную эпоху территория объединяло наличие современных производств в более поздних временах супер-экономических центрах, сэкономарках и т.д. Мы, естественно, учитывались экономический сверху. То есть процесс объединения был обсловлен и оправдывается экономикой. Мы пошли на скриннику, чем административная команда. Насколько тут что у нас происходит в соответствии с мировой тенденцией? — Ну, надо сказать, что мировые тенденции, понятие агломерации существует десятки-десятки лет. Вы об этом прекрасно знаете. Что касается развития агломерации на территории нашей страны, это происходит в последние годы. Абсолютно правильно вы говорите. Агломерация подразумевает в себя общность всего экономики, инфраструктуры, дорожной, социальной жизни жителей. И на самом деле вы знаете, что у нас сформировано на сегодняшний день, ну так назовем, Балашовская, Балаковская, Саратовская. Саратовская агломерация и пять муниципальных образований ходят. Встречи, которые были с жителями год назад, полгода назад, это, знаете, на вопрос. Давайте вернемся еще раз к этой теме и поговорим и раскроем, что сегодня законодательство нам позволяет. И какая жизнь у нас сейчас здесь по факту. И скажу вам, что когда ты начинаешь разговаривать с разными возрастами жителей, с разными сферой деятельности, то у людей абсолютно понимание. А пример привести я вам хочу лишь один. Вот когда мы занимались Багаевка и Красный Текстильщиком, я собрал директоров школ и задал один вопрос. Сколько детей в школах, находясь в пяти минуты езды от города, было 30 лет назад? Сколько детей было 20 лет назад и сколько детей сегодня? Когда они сами назвали эти цифры, я говорю, а что вы за этими цифрами видите? Они говорят, только то, что уезжает население, находясь рядом с городом. Куда уезжают? В город в том числе. Это значит, идет вымывание населения, назовем его коренного, но в то же время, если я пример привяжу всегда, деревня Трещиха, там проживает по пропискам 47 человек. Но по факту проживает порядка 30 тысяч. Вот и вся жизнь. Поэтому для Саратовского района это была вымирающая деревня, куда не нужно ни дорогу, ни транспорт. Но на самом деле те же 30 тысяч говорят, нам нужна дорога, свет, вода, транспорт, вывоз мусора. И когда ты к людям обращаешься, так что ход-то какой должен быть? Да никакой мы живем одной территорией, а как вы там бюджеты тратите? А разные два муниципальных образования, это в том числе невозможно выполнить задачу, соединять там бюджет. Потому что для меня там 30 тысяч горожан, а для Саратовского района это вымирающая деревня. Вот и ответ на вопрос. Поэтому вопросы объединения были два. Потом, когда мы пришли в Синенькие, в Рыбушки, они говорят, а можно это сделать быстрее? Потому что мы не хотим, чтобы ушло вот это лето. Ту работу, которую они провели на сегодняшний день, позволило нам завести туда, заведем сейчас порядка 60 миллионов рублей на асфальтировку, на водообеспечение. И люди это видят и радуют. Вот как бы и все. Поэтому здесь нет никакой политики, просто мы нашли друг друга вот в этих вещах. Мы это муниципалитет и люди. Второй вопрос об отношении к объединению. Разные мнения существуют, кто-то его поддерживает, кто-то наоборот говорит, что это невыгодно жителям от района, кто-то говорит, что это невыгодно жителям от района. Кто-то говорит, что это невыгодно жителям от района. Но если посмотреть на Саратов, у нас дефицитный бюджет, есть муниципальный город. И люди вам как-то спролитливо опасаются, что сейчас, когда мы перенаправим финансы потоки на новые территории, мы их начнем снимать с тех проектов, которые нам будут реализованы из месяца. Насколько такая точка зрения оправдана? На наш взгляд, она не оправдана. На самом деле, очень много городов и самодостаточных, в том числе, все равно имеют дефицитные бюджеты. Объединив и став одной территорией, у нас есть возможность участвовать уже другим количеством жителей и территорий в национальных проектах. И если мы говорим про те же дороги в этом году, мы их сделаем порядка 220 участков. Но из них больше половины это территории в прошлых границах Саратова, массивы частные. То есть это наши поселки, где никогда там дорог не было асфальтных. Но и те территории, которые мы присоединили в совокупности на 4 муниципальных образования, которые уже являются частью общей нашей территории, в этом году будет потрачено только на дороге 130 миллионов рублей. А если взять все, что будет потрачено на воду, на тротуары, на строительство, на ремонтную работу клубов, школы, садиков, это больше 170 миллионов рублей. Это там и содержание, плюс еще содержание, плюс еще зарплата и так далее. А сам Саратский район, это же, ну как это, не бесплатная территория. Там абсолютно в этой части по обеспечению себя, по оплате за терры, за содержание соцобъектов, самодостаточный район. Поэтому еще раз хочу сказать, с точки зрения нагрузки, а кто будет платить педагогам, значит, коллектив детских садов, школ, да они сами и зарабатывают на это, но когда мы объединились, мы можем участвовать в национальных проектах, в том числе уже учитывать территории и ремонт, и школ, и строительство дорог, и участвовать в водообеспечении и так далее, и так далее. Поэтому здесь вопрос всегда говорят, как же вот такой бюджет можешь себе позволить. Сможем.